Дарья Ахутина 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 по устойчивому развитию, но вот сейчас в обновленной версии, которая выйдет буквально в 20-х числах ноября, можно будет увидеть, как национальная статистика тоже будет влиять на индикаторы, и вы, может быть, увидите другую картину, потому что все, каждый хочет найти свою страну, увидеть, сколько там зеленого, желтого и красного, но наша задача действительно, чтобы вот эта таблица была максимально зеленой, в крайнем случае с небольшими желтыми вкраплениями, чтобы красного там не было. Так что можно будет на нашем сайте следить. И вторая наша публикация, она тоже здесь обозначена, она называется локализация, вот такая вот локализация целей устойчивого развития в регионе Балтийского моря, это как методология оценки и самая главная методология интеграции ЦУРов в планы развития городов, регионов, местных сообществ. И когда мы создавали вот это руководство, в нем активно участвовали не только некоторые из присутствующих здесь в зале и представители Леонтьевского центра и представители Союза Балтийских городов, но и непосредственно те, кто потом будет так или иначе внедрять и интегрировать ЦУРы в свои региональные и локальные местные планы развития. То есть вот это руководство, это не книга, можно с любой страницы начинать и будем надеяться, что что-то полезное может найти любой. Но то, о чем сегодня говорилось, о том, что ЦУРы очень хорошо укладываются в национальные, наши национальные приоритеты российские, но также мы их вот по нашей повестке 20-30 тоже разложили по шести направлениям. И сейчас вот хочу продемонстрировать еще один слайд. Актуальны ЦУРы для всех в регионе, всех стран, и поскольку СГБМ видит в своей задачи некую синергию и гармонизацию существующих стратегий, мы выявили шесть наиболее актуальных, скажем так, областей взаимодействия международного, в том числе на локальном, муниципальном уровне. Вот вы их видите, у нас, правда, в результате их получилось пять, потому что у нас произошло слияние рынка труда, социальной включенности и здоровья, и well-being. Их сейчас пять. Вот мы такое сделали упражнение, мы попытались посмотреть, какие цели устойчивого развития, в какую область и сферу деятельности попадают. Опять-таки мы сделали это как такое внутреннее наше упражнение, и над этим будут работать эксперты из регионов в рамках программы «Соседи» в будущем, но мы очень хотели бы, чтобы это использовалось как некая модель, но она очень, опять-таки, тоже не должна быть подвижной, опять-таки, в связи с тем, что ЦУРы могут толковаться по-разному и оцениваться, они все очень друг с другом взаимосвязаны, и, безусловно, везде есть компонент очень важный социальный, так называемый public awareness, или то, что мы хотим тоже, чтобы люди знали, что этот глобальный умовский контекст касается каждого абсолютно города, региона и даже домохозяйства. Я надеюсь, в течение нашей сессии мы сегодня в этом сможем убедиться. На этом я хочу поблагодарить за предоставленное слово и передать для ведения, я уже не знаю, кому-то экран или микрофон, или сцену, и все вместе сразу. И Лене Ивановне Долгих, Лена Ивановна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Я хочу напомнить, что мы сегодня продолжаем разговор, который начали в прошлом году. Модератор сессии, Дмитрий Зайцев, аудитор счетной палаты, сидит с нами за одним столом. И напомню, что это была тема реализации ЦУР. Это сегодняшняя тема. А в прошлом году мы говорили о реализации ЦУР в России, вызовы и возможности. Также я хочу напомнить, что мы ведем сегодняшнюю дискуссию в гибридном формате. Большая часть спикеров у нас в зале, но на экране наши уважаемые гости из разных стран и городов Российской Федерации и не только. Следующий. А, так, здесь. Вот участники предыдущей дискуссии. Они все выведены на экран. Это представители счетной палаты, Государственной думы, Минэкономразвития, Российского союза промышленников-предпринимателей, Росстата. И наши зарубежные коллеги из инициативы Интасаи. Я решила, прежде чем мы начнем разговор, вывести на экран основных участников, акторов вот этого процесса продвижения повестки 2030 в Российской Федерации. И если в прошлом году мы большей частью говорили о тех возможностях, инициативах, которые были на федеральном уровне власти, сегодня у нас в рамках сегодняшнего и завтрашней дискуссии будут представлены самые разные представители как городов, регионов, бизнеса, молодежные инициативы и так далее. За год, который прошел с момента проведения прошлой сессии, произошло много изменений, прежде всего на федеральном уровне. Был создан Совет по устойчивому развитию при Минэкономразвитии, экспертный Совет по устойчивому промышленному развитию при Минпромторге. Минэкономразвития стал ответственным за организацию деятельности по реализации положения повестки устойчивого развития. И было принято достаточно много законодательных актов. Я не буду их перечислять в силу отсутствия времени, но вы видите, кроме национальных проектов, о которых мы сегодня уже говорили, было также принято очень много рекомендаций, распоряжений, которые продвигают принципы ответственного финансирования, инвестирования. И были также подняты вопросы ограничения выбросов парниковых газов и другие рекомендации, в частности Центробанка о развитии нефинансовой отчетности. Если говорить о бизнесе, то он включился, крупный бизнес российский, лидеры российского бизнеса, включился в эту повестку более 10 лет назад, если даже и не 20 лет назад. И основной как бы лидер по объединению интересов бизнеса и продвижению повестки устойчивого развития выступает Российский союз промышленников-предпринимателей и национальная сеть глобального договора ООН. Появился у нас сектор ответственных облигаций устойчивого развития на Московской бирже два года назад, а в этом году и на Санкт-Петербургской бирже. И вот реально Дмитрий Зайцев в прошлом году говорил, что у нас регионы, города, все заинтересованные стороны активно включаются в любой процесс, когда есть сверху либо распоряжение, либо законодательные акты. Но, как вы видите, и документов появилось гораздо больше, но и реально игроки стали более активны на этом поле, но федеральные органы власти сделали очень много за последние два года. Если говорить о гражданском обществе, то у нас создалось очень много различных инициативных платформ. Вот Нелли Рахимова будет выступать, это курс, который подготовил гражданский обзор достижения ЦУР. Мы сегодня говорили на пленарном заседании о роли вузов, и, конечно, было очень интересно узнать от ректора ИТМО, что многие инициативы зеленые вообще-то продвигаются снизу, от студентов. Не будем забывать, что у нас не только развиваются молодежные движения по реализации ЦУР, это молодежные добровольцы ЦУР, но и во время пандемии мы увидели, насколько сильно волонтерское движение в Российской Федерации реализовывалась акция «Мы вместе», и гражданское общество НКО были активными участниками и совместно продвигали инициативы, в том числе и социального равенства. Но и завершая свое короткое выступление, я хотела бы все-таки акцентировать внимание, как эта повестка у нас сегодня звучит на региональном и муниципальном уровне. Не секрет, что в мире к сегодняшнему дню уже выпущено более 50 добровольных отчетов городов и регионов. В России таких несколько. В первую очередь, у нас эту инициативу развивает Ростовская область, которая подготовила уже два обзора по движению к целям устойчивого развития. Москва активно реализует повестку устойчивого развития по мониторингу совместно с инициативами ОСР, и в этом году выпустила зеленые облигации по развитию инфраструктурных проектов и зеленого транспорта. Также был подготовлен доклад Республики Татарстан, а на региональном уровне у нас появились не только карбоновые полигоны, но и эксперимент по специальному регулированию выбросов парниковых газов, который сейчас реализуется в Сахалинской области, но и Калининградская область, Нижегородская, еще 2-3 региона хотят активно включиться в этот процесс, а он будет предполагать не только достижение углеродной нейтральности, но и мониторинг того, как это происходит. Ну и сейчас я хотела бы передать слово нашему первому спикеру Дмитрию Александровичу Зайцеву, аудитору счетной палаты. Мы знаем, что по решению ООН высшие органы аудита, к которым в России относится счетная палата, являются теми организациями, которые осуществляют мониторинг по достижению ЦУР, и в частности был подготовлен бюллетень, о котором мы сегодня уже говорили. И вот у меня такой вопрос к Дмитрию, помимо выступления, которое он подготовил. Как Вы считаете, будете ли Вы делать второй бюллетень, будет ли он посвящен только федеральному уровню власти или региональному также, и вместе с тем, как Вы считаете, что сегодня важно по продвижению этой инициативы именно на региональный уровень. Спасибо большое, Елена. Вопросов настолько много, что мое выступление, наверное, будет еще отдельно и на эту тему, на тему Ваших вопросов. Мы собираемся, конечно, продолжать нашу работу, и об этом я немного расскажу, но сейчас, может быть, я бы хотел остановиться на том, что происходит, собственно говоря, в таком системном плане с целями устойчивого развития в нашей стране. Мы в прошлом году действительно встретились, много интересных вопросов обсудили. Понемножку тема ЦУР уже входит в повестку многих встреч и форумов. Теперь это не какая-то странная аббревиатура, как, например, раньше мы думали, что это Центр управления регионами, теперь мы всегда по-другому ассоциируем аббревиатуру ЦУР. Ну, слава Богу. Если мы говорим, это уже полдела, и даже, может быть, больше, чем 50% успеха, говорить об этом. ЦУР – это вообще проект. Проект на уровне международном, это проект на уровне государства, проект на уровне семьи. Извините за, может быть, такую патетику, но именно так. Поэтому у проекта, как у любого проекта в проектной деятельности, необходим заказчик. Его погружение, погруженность в этот процесс и заинтересованность. Поэтому, если брать государство, то на уровне государства заказчиком является, естественно, федеральная власть. А регион, собственно говоря, в том числе и регион, и федеральная власть своими исполнительными органами являются участником проекта, регионы тоже участники проекта. И поэтому именно они, так назовем так, публичная власть, да, как мы сейчас принято у нас теперь говорить, именно публичная власть, она должна показывать пример выполнение и достижение цели внутри этого проекта. Я бы остановился на том, что, конечно, регионы, они у нас главный движитель этого процесса. Но в чем проблема? Я думаю, что на уровне регионов может возникнуть такая же картина, как возникает и на уровне корпораций, которые пытаются реализовать принципы ИСЖ, а именно гринвошинг, то есть камуфляж деятельности, которая посвящена реализации повестки устойчивого развития в том числе. Вот этот гринвошинг на уровне регионов хотелось бы избежать, да, то есть некой ширмы потемкинских деревень, которые демонстрируют успех, когда на самом деле успеха никакого нет или все заняты другими целями. Хотя понимание повестки устойчивого развития 2030 – это, собственно говоря, понимание того, что все актуальные проблемы, которые возникают у региона, их можно погрузить в повестку. Поэтому мне кажется, что надо избежать вот этой псевдодеятельности и, конечно же, заниматься проектом этим серьезным. Теперь какая роль высших органов аудита, счетных палат? Ну, времена меняются, и мы вместе с ними, поэтому мы не остаемся вне повестки. Счетная палата действительно выпустила и отчет, и бюллетень, и мы собираемся и дальше выпускать такие же отчеты и исследовать отрасли на предмет соблюдения ими принципов устойчивого развития отрасли народного хозяйства. Но обязательно нужно нам привлечь к этой работе и регионы России, и региональные счетные палаты и органы исполнительной власти на уровне регионов. Потому что без них, опять-таки, мы не сможем посмотреть, как это реализуется на масштабе всей страны. Мы сами должны меняться. То есть организации, не только счетные палаты, но и органы исполнительной власти, они тоже должны меняться. Повестка этого требует. У нас должны быть новые компетенции. Мы должны, в принципе, как счетные палаты, мы должны быть на шаг впереди правительства. Потому что мы, естественно, проверяем, поэтому мы как бы должны быть профессиональнее в этом вопросе. Поэтому мы должны прежде измениться. Мы уже меняемся. Мы наращиваем свои компетенции, у нас появляется своя методология, и, естественно, мы меняем организационную структуру внутри палаты. То есть идея такая, чтобы в каждом направлении аудита возникал бы эксперт, который бы занимался этой тематикой, который бы на уровне своей отрасли, а потом собираясь в целом какой-то определенной командой, мог бы нарушить вот эти отраслевые связи и увидеть взаимосвязь с целью устойчивого развития внутри вот этих отраслевых колодцев. И если мы, в принципе, не меняемся организационно, то, конечно, это ведет к смерти организации. Что касается, давайте дальше, наверное, мы этот слайд не совсем под то, что я бы хотел сейчас сказать, общегосударственный подход. Я бы хотел вкратце объяснить. Правительство тоже меняется. Цель устойчивого развития. Продвинули метод общегосударственного подхода. Да, спасибо. Появляются новые стратегии, инициативы правительства. Да, мы знаем 42 инициативы, которые недавно были объявлены. Новые форматы взаимодействия, а именно, собственно говоря, такие темы, как бункер, как мы все знаем, да, прекрасно, то есть новые системы, государственные информационные системы. Поэтому правительство тоже не стоит на месте. И недавно вот мы сейчас на пленарке слышали, что сейчас продолжается гармонизация отношений в сфере стратегического планирования. А именно, да, Совет Безопасности недавно собирался на эту тему. Как мы уже слышали, будут приняты основы государственной политики в стратегическом планировании. Это все попытка согласовать документы, согласовать действия разных участников на уровне стратегического планирования. И в том числе, если мы говорим о целях устойчивого развития, это правильное целеполагание, правильная декомпозиция национальных показателей. То, на что очень часто утыкается взаимодействие регионов и федераций, когда федерация дает свои показатели, а регионы, соответственно, не поймут, как это декомпозировать, как это погрузить в свои государственные программы, региональные программы и так далее. Я коротко расскажу о кейсах, которые есть положительные, собственно говоря, не положительные, а стартовые кейсы по аудиту устойчивого развития. У нас сегодня вообще пионер в этой области. Первый анализ интеграции ЦУР на уровне региона провела Челябинская счетная палата, но я надеюсь, что Алексей Александрович Ложкин сам расскажет об этих успехах. А я продемонстрирую буквально два примера. Это Воронеж анализировал недавно, и Тверская область тоже анализировала погруженность цели устойчивого развития в региональную политику. Какие проблемы мы здесь видим? Мы, конечно, задаемся вопросом о классификации и окрашивании бюджетных средств в государственных программах или национальных проектов, в цвета цели устойчивого развития. Обособленного учета пока нет. Поэтому, к сожалению, мы не сможем сейчас сказать, какие средства уходят на ту или иную цель. В некоторых странах уже существует такой учет. Но я бы сказал так, пока нет федерального уровня этого окрашивания бюджетных средств, в регионах тоже ничего не случится. И покрасить бюджет в разные цвета ЦУР. Это не просто формальные действия. Это на самом деле увидеть взаимосвязь и необходимость сотрудничества в разных направлениях достижения ЦУР. Потому что, когда мы покрасим расходы бюджета, мы увидим, что один министр может курировать разные расходы по этой цели. И поймем необходимость межведомственного взаимодействия. Вот что главное. Давайте дальше. Буквально пару слов о том, что мы сами, как счетная палата, тоже не стоим на месте. У нас подготовлен будет видеокурс о баудите цели устойчивого развития. Мы его разместим на ресурсе нашем. И обязательно надо будет, особенно счетным палатам регионов, тоже включиться и посмотреть этот видеокурс. Потому что это масштабирование процесса. Это то, о чем мы говорим. Мы об этом говорим. Мы решаем проблему, в том числе опубличиванием этой информации. Как мы проводим аудиты, какие проблемы вскрываем. Я бы еще хотел остановиться на двух моментах. Первое. Следующий слайд, дайте, пожалуйста. У нас совершенно другой подход к аудиту цели устойчивого развития. Вот здесь на слайде мы видим два очень крупных, важных момента в изменении подхода управленческого. Первое это дизайн мышления, так называемый дизайн thinking. Когда мы сначала, прежде чем начать проверку, запросить, а что собственно говоря происходит с целью устойчивого развития, мы опрашиваем наши заинтересованные лица, стейкхолдеров так называемых. И формируем программу проверки только на основании того, что интересно тем, кого мы собственно говоря будем проверять или для кого мы работаем. Только после этого мы анализируем приоритетность этих проблем, риск-ориентированный подход применяем, вот там вот маленькая такая яркая картинка. И после этого выстраиваем нашу программу. Это важные изменения в управленческих методиках. Давайте следующий слайд, небольшой. Актуальные вопросы устойчивого развития в России. Ну, здесь, к сожалению, нет главного, что потом уже надо было нам поместить, а именно, что нужна структура в исполнительной власти, в федеральной исполнительной власти, которая бы была ответственна за реализацию целью устойчивого развития, за сборку целей. Потому что пока этой сборки не происходит. У нас есть указы, у нас есть стратегические инициативы. Если мы говорим о целях устойчивого развития, то пока такой сборки нет. Нам нужна также изжиотчетность, если говорить о бизнесе, о том, как это преломить на государственный, в том числе сектор экономики. А пока это, так скажем, инициативная работа со стороны государственных структур и предпринимательского сектора. А нам нужно это сделать, стандартизировать эту работу. Мы должны на шаг впереди быть, чем наши зарубежные коллеги, которые тоже пытаются сейчас стандартизировать эту работу. И если мы первыми займем эту нишу, то, коллеги, у нас будут какие-то козыри на руках в разговоре с нашими зарубежными партнерами. А это очень важно, потому что у нас есть богатая национальная специфика, и ей, честно говоря, надо пользоваться, в том числе в природоохранном плане и в социальном, так назовем его, протекционизме, который тоже обязательно надо нам ставить во главу угла в разговоре с нашими иностранными коллегами. Нужен стандарт, изжи стандарт, который бы у нас был бы и не ждали бы мы того, чтобы разработал этот стандарт, допустим, международное сообщество. Он будет. Будет через год, через два, уже на эту тему собирается осенью комитет по стандартизации. Но мы можем пока сделать свой национальный стандарт, а потом привести его в соответствие с международным, со своей национальной спецификой. Надо быть на шаг впереди. И предпоследний слайд по поводу оценки. Стандарт есть, учет есть, будет, точнее. Но нам нужен инструментарий, как мы будем анализировать те проблемы, которые касаются целеустойчивого развития и изжи. Они во многом соприкасаются. И поэтому нам нужно, чтобы у нас были механизмы оценки. Инвестконтрактов, например. Потому что сейчас инвестиционные проекты, которые реализуются в том числе с государственным участием, они не подпадают под какую-то проверку с точки зрения ЦУР, с точки зрения влияния вот этих хотя бы трех факторов, да, и С, и G. И поэтому экологический фактор есть. Но вкупе комплексного подхода нет. И в конце, давайте последний слайд, движемся вперед. Значит, нам нужна оценка, нам нужен стандарт, нам нужна верификация того, что по стандарту происходит, и нам нужен аудит того, что происходит в области целеустойчивого развития и, в частности, в области ESG. Вот, наверное, тот посыл, который я хотел бы адресовать всем нам участникам от государственных органов, заканчивая бизнесом. Спасибо большое. Коллеги, всем еще раз добрый день. Вот у нас подключился следующий спикер, но я хочу сказать, что, Дмитрий, вы просто нас заинтриговали, что у нас, возможно, появится собственный документ по ESG. Есть рекомендации Центробанка по раскрытию финансовой отчетности крупными компаниями. И я должна сказать, что по исследованию Российского института директоров из Бера, вот на сегодняшний день принципы ESG интегрированы в общую стратегию уже в 59% российских компаний, которые на конец 2020 года входили в первый уровень листинга Московской биржи. То есть у нас движение со стороны бизнеса тоже активно и есть. И если будет свой стандарт, это будет просто прекрасно. Я хотела бы передать слово Цветову Антону Петровичу, заместителю директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития. Еще раз напомню, что Минэкономразвитие стал ответственным за организацию деятельности по реализации положения повестки устойчивого развития. И, Антон, вы знаете, у меня такой вопрос. При Минэкономразвитии был создан Совет к устойчивому развитию. Я смотрела список экспертов, которые туда входят. Там активно представлен бизнес, все крупные компании российского бизнеса, объединение бизнес-сообщества как РСПП «Национальная сеть». Но, вы знаете, я там практически не увидела представителей городов и регионов. Это что будет следующий шаг в расширении Совета? Есть ли такая возможность? И если есть, то, может быть, мы вместе над этим подумаем. Вам слово. Спасибо большое, Елена. Коллеги, спасибо большое. Рад участвовать в форуме стратегов. Всегда приятно здесь обсуждать с вами цели устойчивого развития, потому что последние пару лет этого много на самых разных площадках, но, в общем, именно на форуме стратегов эту тему обсуждают уже давно и, в общем, делают это профессионально. Поэтому особенно приятно именно в этой ардитуре быть. Я попробую так по трем направлениям высказаться. Учитывая, что примерно год назад мы с вами похожие вещи обсуждали, не хочется много повторять. Поэтому я, наверное, сделаю так же, как сделал Дмитрий Александрович и примерно так очерчу, что произошло, что происходит за последний год. Я не могу не начать как международник, как человек, отвечающий именно, прежде всего, за международные измерения, с теми действия России с первым сообществом по тематике устойчивого развития. Начну с глобальной повестки, что происходит с повесткой 2030 сейчас. Ну, за последний год, конечно, на первый план выходят климатические аспекты. Это, наверное, одна из таких вещей, которые чаще всего ассоциируются с устойчивым развитием, хотя ей не являются, а являются только одной из частей. И мы здесь, Российская Федерация, продолжает об этом регулярно напоминать, что это все-таки три единая структура. И работая над климатической повесткой, которая, конечно, сейчас крайне актуальна, мы не должны забывать и об социальных и экономических аспектах, причем не только развития вообще, но и о социальных и экономических аспектах климатической повестки. Конечно, большое ожидание сейчас конкретно связано с предстоящей конференцией сторон Рамочной конвенции об изменении климата в Классе. Конечно, много ожиданий от саммита 20-ки, который скоро будет возможен. Там тоже будут какие-то значимые заявления, которые касаются именно повестки и стоящего развития. И этот международный контекст, он, конечно, нагревает в том числе и дискуссию внутри страны. Что касается того, куда мы движемся в России, вы задали вопрос по экспертному совету, это, конечно, бюрократический шаг. Он в масштабах повестки устойчивого развития играет роль инструментально. Но, тем не менее, это хороший пример того, как государство собирается с мыслями и силами для того, чтобы как-то структурировать эту работу. Сразу отвечу на ваш вопрос. Целью создания совета был, прежде всего, диалог именно с бизнесом. То есть, там есть экспертные организации, но мы нацеливались именно на бизнес. Для нас, как для Министерства экономического развития, именно частный сектор крупной компании, но не только крупные, представляли огромный интерес именно как источник понимания повестки устойчивого развития. Вы тоже об этом говорили, и Дмитрий об этом говорил, что для бизнеса повестка устойчивого развития – это конкретные риски и конкретные возможности. И поэтому бизнес часто идет здесь впереди. И мы поэтому создали совет, в том числе для того, чтобы у него учиться, у этих компаний, с ним разговаривать. Не возьму сейчас ответить по поводу вовлечения российских регионов в работу конкретного совета по устойчивому развитию. Нужно ли создавать какой-то отдельный институт или подключать работу этого совета, сейчас не возьмусь. Но это хороший вопрос, чтобы его продумать и проговорить. Потому что, безусловно, регионы – это большой, я об этом скажу чуть позже, большой такой рубеж в работе по внедрению повестки устойчивого развития в России. Как вы правильно сказали, очень многое сделано в плане появления и нового законодательства, и более мягких форм воздействия государства на управляемую структуру, скажем так. Здесь и региональный эксперт на Сахалине, я бы здесь, наверное, не то чтобы даже не мимоходом говорил, это одна из важнейших вещей. Потому что это первый пример углеродного ценообразования в России. Это очень важная вещь. И это поможет нам лучше понять, как это работает, учитывая глобальный тренд на формирование системы углеродного ценообразования и фактическое появление цены на углерод во многих юрисдикциях. За других новых элементов, конечно, готовящийся проект стратегии развития с низким выбросом углекислого газа – это тоже очень важный документ. Вы, наверное, на карте присутствующие слышали заявление президента о том, что Россия ставит перед собой цель выйти на углеродную нейтральность не позже 1960 года. Это тоже важный сигнал. Конечно, это новая архитектура устойчивого финансирования, где есть не только проекты чисто зеленого развития, но и проекты переходного развития – тоже очень важный элемент. Это одна из таких ноу-хау, в том числе российской архитектуры. Вы правы в том, что у нас появился новый элемент в системе управления, стратегические инициативы, которые тоже хорошо ложатся в повестку устойчивого развития. Я здесь перейду к таким региональным аспектам и одновременно к вызовам. Мне кажется, и сразу скажу о задачах, как они стоят, в том числе для сообщества людей, которые занимаются стратегическим планированием. Я надеюсь, что именно эта часть моего выступления будет коллегам особенно интересна. Первая задача – это углубиться. Цель устойчивого развития – такая вещь стала популярной, ее много, и конференций много, и дискуссий много, и 17 цветных квадратиков все уже нас привлекают, мы уже научились в них ориентироваться. Но появился соблазн, я бы не сказал, что это обязательно SG-вошинг или green-вошинг, как Медицинский сказал, но соблазн, просто сказать, что мы и так все это делаем. Лучшее лекарство этого соблазна – это погрузиться в задачи и в показатель, то есть уйти на этаж ниже, а лучше на два этажа ниже. Это очень важно. Когда мы начинаем сверять и сравнивать и восстанавливать соответствие между, например, региональными планами развития и целями устойчивого развития, гораздо интереснее и глубже это делать не на уровне цели, а на уровне задач или на уровне показателей, если это возможно. Но надо понимать разные функции задач и показателей. По показателям огромным ведется работа и Росстатом, и региональными подразделениями, но именно задачи отражают предмет государственной политики часто, поэтому на задачи нужно внимательно смотреть. Второе направление – это производить вот это установление соответствия или интеграцию повестки в обе стороны. Мы довольно легко можем посмотреть на те национальные и региональные планы, которые у нас есть, на те меры, которые мы предпринимаем, и показать, что они работают на ту или иную цель. Редко можно найти такую сферу государственной политики, которая ни в какую цель не ложится, потому что цель – это комплексная повестка. За редким исключением есть довольно странное упущение в повестке устойчивого развития. Например, там очень мало культуры. Там буквально, может быть, одна-две задачи, связанные в основном с защитой культурных ценностей, но не с развитием, например, культуры как таковой. Но это такой редкий пример. Но второе, что мы должны тоже делать, – это смотреть на весь этот спектр задач и показателей и смотреть, а в отношении чего мы ничего не делаем и почему мы этого не делаем. То есть нет задачи доказать, что мы все задачи ЦУР покрыли своей государственной политикой. Не в этом смысл. Нужно смотреть на это реалистично и искать те вещи, которые мы, возможно, упустили, на которые нужно заняться. Естественно, это не значит, что все должно быть покрыто, потому что есть задачи, которые просто не актуальны для России, как для старых цепленного уровня развития. И понятно, что там задача по искоренению нищеты по мировым меркам, мировой черте. Для нас не очень интересная задача по большей части. И мы должны смотреть только на то, где мы занимаемся борьбу с бедностью по национальной черте. И третий большой блок – это, ну, один из самых таких интересных, наверное, в поисках устойчивого развития. Те, кто им и занимается, знают, что это одна из самых сложных тем – это вопрос о взаимосвязи и о конфликтах между целями и задачами. Там, где достижение одной задачи мешает достижению другой. И вот такой анализ, конечно, проводить – это очень сложная работа и, может быть, даже на региональном уровне ее проводить иногда бывает проще, чем на федеральном. Это два в сущности вопроса. Как там сделать так, чтобы предпринимаемые меры в отношении одной задачи или цели не мешали и не вредили достижению таких задач другой цели. И второе, соответственно, как там разработать такие меры государственной политики, которые бы помогали достигать больше одной цели или задачи за раз. Это, наверное, такой самый сложный вопрос. Он кажется философским, но в то же время он имеет принципиальное значение, мне кажется, для стратегического планирования на федеральном и региональном уровне. И, конечно, здесь если те экспертные центры, которые работают над этими темами, будут приносить федеральным и региональным властям какие-то предложения по тому, как этого делать, какие есть методологии того, чтобы это обеспечить, это было бы очень ценным вкладом. Поэтому я думаю, что нам всем представить сейчас большая работа в этом направлении. Цели никуда не денутся, они с нами. У нас еще осталось 9 лет до того, чтобы их достичь. И наверняка этот диалог продолжится и будут появляться новые какие-то похожие рамки для того, чтобы государства могли планировать свое социальное экономическое развитие в таком целостном образом. На это есть огромный запрос со стороны общества. Сформировался назначенный запрос со стороны бизнеса и понимание, что для бизнеса вклад в широкое такое социально-экономическое и экологическое развитие тоже очень важен наравне с извлечением прибыли непосредственно задачи деятельности бизнеса. И это же понимание формируется сегодня у государства. Государства ищут способы обеспечить вот такое вот целостное развитие, в том числе посредством такого инструмента, как повестка 2030. Спасибо. Коллеги, спасибо Антон большое за интересное такое многостороннее выступление. Вы знаете, мне пришла идея, а может быть вот как раз Сахаринскую область пригласить в этот совет по устойчивому развитию, который сейчас осуществляет эксперимент по специальному регулированию выбросов парниковых газов и те регионы, которые готовы последовать. Мне кажется, для всех регионов это был бы очень хороший опыт. Если можно ответить или тогда просто, может быть, вы учтете это? Ну, давайте мы с Сахаринской областью, естественно, обсудим этот вопрос. Мы на самом деле с ними, с коллегами, естественно, ВКонтакте, мы много работаем над самим законом по экспериментальному режиму. И такой более частный случай, но мы буквально пару недель назад делали, это был российский проект, большой семинар для форум азиатских экономических сотрудничеств, АТЭС. Да, это крупнейшие все основные экономики азиатского региона. Мы делали разговор именно о схемах углеродного ценообразования, о системах торговли квотами. И коллеги Сахаринской области провели очень впечатляющее вступление и поговорили как раз именно о том, как на региональном уровне работают такие эксперименты во странах Азии, потому что такие эксперименты были и в Китае. В Китае начиналась национальная система с региональных пилотов, которые шли долго, они были очень разные, это был очень интересный опыт. В Японии действуют региональные пилоты, и это такой довольно популярный способ опробовать разные правовые режимы для регулирования выбросов. И коллеги Сахаринской области активно там участвовали. Мне кажется, это был хороший пример того, как регион со своими конкретными, своей конкретной практикой сотрудничества, со своей конкретной практикой реализации конкретных направлений устойчивого развития может выходить уже на международную арену, разговаривать со своими коллегами, делиться опытом и говорить по конкретным элементам этого регулирования, элементам дизайна этого регулирования, как используются офсеты, как измеряются выбросы, какие используются базовые линии, это огромное количество элементов. И здесь, конечно, международное сотрудничество очень важный элемент, особенно если мы говорим о такой теме, как климат, где, в принципе, некоторая интернационализация, то есть глобализация, она напрашивается по природе самой проблемы. Спасибо. Антон. Антон, спасибо большое за интересное выступление, и я думаю, что, конечно, вот повестка ЦУР, она для регионов открывает больше возможностей повышения конкурентноспособности в мире, и мы это все должны учитывать. Вы, в том числе, затронули вопрос, как цели транспорируются на уровень задач и как дальше разрабатывается система показателей. И сейчас я хотела передать слово Самойловой Марине Александровне, руководителю управления Федеральной службы государственной статистики Простовской области. Вы у нас молодцы, вы первые выпустили региональный добровольный обзор по достижению ЦУР, но я не могу не сказать, что все-таки инициатива предлежала региональному банку «Центринвест». Александр Долганов сидит в зале, представитель банка, и вы совместно с Росстатом провели огромную работу. Причем сложность – это дело не в том, что вы один выпустили отчет, уже второй, но ведь вы смогли показать многие показатели, которые даже у нас не всегда есть методология расчета, если сравнивать с международным набором показателей, но вы смогли преодолеть эту задачу. Нам очень интересно познакомиться с вашим кейсом и какие рекомендации вы дадите другим регионам, чтобы они последовали вашему примеру. Передаю вам слово. Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение участвовать в форуме стратегов. Хочу сказать, что вот Антон, который выступал передо мной, уже отметил, как Федеральная служба государственной статистики в последнее время, активно работает в части освещения целью устойчивого развития, совершенствует систему показателей. Поэтому я, конечно, хочу сказать, что нам сложно было выпускать первый сборник, поскольку еще не была разработана национальная система показателей, так называемый национальный набор показателей ЦУР. Сейчас нам вот в этом году мы выпустили второй сборник. Безусловно, работа шла легче у нас. Но, тем не менее, вот я позже расскажу о том, в чем сложность формирования системы показателей для мониторинга целью устойчивого развития на региональном уровне. Но, безусловно, то, что Федеральная служба государственной статистики разработала национальный набор показателей, который состоит из 160 показателей для 17 целей, это создало серьезную такую методологическую основу для того, чтобы заниматься этой работой на региональном уровне. Конечно, прежде чем приступить к формированию информационной базы для нашего сборника, мы проанализировали соответствие национальных проектов и региональных проектов целям устойчивого развития. Вот мы приводим такой слайд, где видно, что в Федеральной службе в государственной статистике разработана система показателей для 17 целей устойчивого развития. А вот на региональном уровне, в частности в Ростовской области, у нас действует 44 региональных проекта, и мы взяли на себя смелость также под региональные проекты посмотреть, какие же цели устойчивого развития отвечают их целям и задачам. Вот такая у нас интересная раскладка получилась, и понятно, что региональным проектам отдельные цели устойчивого развития даже агрегируются в целый ряд направлений, в которых проходят показатели и национальных проектов, и региональных проектов. Учитывая, что действительно есть востребованность на региональном уровне, в том числе для мониторинга хода реализации региональных проектов, мы решили, что это одно из основных направлений пользователей, которые будут заинтересованы в выпуске такого сборника. Ну, поскольку я представляю Донской регион, конечно, нельзя его не представить в целях, в показателях, которые характеризуют наше место в Российской Федерации. Конечно, Ростовская область – крупнейший регион по численности населения, мы занимаем шестое место, почти 2 миллиона работающих, которые создают осин и 6 десятых триллиона рублей волового регионального продукта. Широкий спектр заинтересованных лиц, которые ждут информации о целях устойчивого развития. Вот тоже один из коллег, которые выступали передо мной, сказал о том, как уже всем знакомы эти квадратики. Действительно, они знакомы всем, и вот мы как бы сегментировали потребителей на региональном уровне, и вы видите, что большое их количество представлено и в органах исполнительной власти, и в научном сообществе, и, безусловно, в средствах массовой информации. Но, как вы правильно, Елена, сказали, инициатором выпуска был как раз представитель бизнес-сообщества наш региональный банк «Центр Инвест», который, безусловно, умеет как бы зажечь интерес, несмотря на многотрудность той задачи, которую нам пришлось решать в ходе подготовки этих материалов. Ну, давайте сразу покажем все-таки, как мы подходили к выпуску этого сборника и в чем же проблемы выпуска статистического сборника, который как бы определяет ход движения к целям устойчивого развития на региональном уровне. Действительно, мы были вынуждены, не то что вынуждены, но мы были рады выпустить второй сборник, поскольку отметили невероятный интерес со стороны совершенно разных групп пользователей к этому сборнику. И, конечно, целью в этой работе было описать достижение цели устойчивого развития на уровне субъекта федерации. И, кстати, тоже я хочу сказать, что я согласна с предыдущими выступающими, что, конечно, задача не показать лакированную ситуацию в том или ином субъекте федерации, как бы похвалиться достижением цели устойчивого развития. Конечно, вот анализ показателей, которые мы предложили нашим пользователям в рамках отслеживания системы мониторинга, хода движения к целям устойчивого развития, она, конечно, выявила и проблемные зоны, зоны, на которые надо обратить внимание в субъекте федерации. Особенность формирования данных, официальных статистических данных, это то, что если на уровне государства мы имели, вот как мы говорим с вами, практически 160 показателей, одни из которых уже разрабатываются, другие находятся в разработке, то на уровне регионов, на уровне субъектов федерации, конечно, разрабатывается гораздо меньше показателей. Это перед производителями информации ставит задачу поиска тех данных, которые могли бы отследить процесс не в рамках официальных показателей, но так называемых дополнительных, посвенных или прокси показателей. Ну, нужно сказать, что вот в нашем сборнике мы приводим 280 различных показателей, а 170 из них это прокси показатели. Какая еще сложная задача стоит для того, чтобы построить комплексную систему ЦУРов на региональном уровне? Это, безусловно, необходимость построения межведомственного информационного взаимодействия для того, чтобы получить от тех или иных структур данные для включения их в сборник. Ну, хочу сказать, что в Ростовской области нам пришлось организовать взаимодействие более чем с десятком региональных ведомств, территориальных подразделений, федеральных ведомств различных. И хочу сказать, что коллеги откликнулись на наш призыв, и это помогло нам сформировать данные, которые в значительной степени дали нам возможность взглянуть на происходящее в регионе событие через призму показателей целей устойчивого развития. Таким образом, коллеги, информационной основой этого сборника, особенно во втором сборнике нам удалось реализовать такие подходы, стал трехуровневый перечень показателей. Вот мы представляем этот трехуровневый перечень, который состоит из системы глобальных показателей ЦУР, показателей из национального набора ЦУР и дополнительных показателей, которые мы выбирали с учетом отражения специфики нашего региона. А также те показатели, которые косвенно характеризуют ситуацию в той или иной сфере, помогают увидеть целостную картину по достижению конкретной цели устойчивого развития. Вот хотим вам показать, как складывается вот этот пазл на примере второй цели – ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания. В содействии устойчивого развития сельского хозяйства покажем, как мы проанализировали как раз ситуацию с учетом особенностей нашего региона. Эта цель у нас насчитывает 14 глобальных показателей, из них 5 разрабатывается в Российской Федерации, 8 не разрабатываются, 1 показатель в процессе разработки и 4 показателя из национального набора показателей. Эта совокупность показателей позволяет сделать выводы о достижении ЦУР в стране, но не позволяет охарактеризовать ситуацию в регионе. Вот ровно то, что я говорила раньше. И, конечно, это связано с недостаточной информационной базой на региональном уровне. Косвенные показатели, которые мы используем, они входят в формы федерального статистического наблюдения и включены в федеральную программу статистических работ. Ну, какие это группы показателей? Мы их сгруппировали в 4 направления. Это потребление основных продуктов питания, сельское хозяйство в разрезе растеневодства и животноводства и пищевая промышленность, безусловно, для нас это ведущее направление экономики, и инвестиции в агропромышленный комплекс. В части потребления основных продуктов питания интересной инновацией нашего сборника стало включение итогов выборочного наблюдения рациона питания населения. Данные, я прошу прощения, у нас много спикеров, спасибо. Да, конечно. Коллеги, хочу еще сказать, что помимо использования трехуровневой системы, Мы впервые сделали попытку продолжить показатели ЦУР до уровня муниципального образования, и вот мы приводим перечень показателей по отдельным целям устойчивого развития, по которым мы привели информационную базу в разрезе муниципальных образований Ростовской области. И еще безусловной инновацией явилось то, что мы предложили бизнес-сообществу посмотреть на себя через показатели форм федерального статистического наблюдения, которые могут прямо или косвенно говорить о тех процессах, которые происходят непосредственно на предприятии по отношению к целям устойчивого развития. Коллеги, я надеюсь, что наш опыт будет интересен для других субъектов Российской Федерации, и со своей стороны хочу сказать, что доступ к нашим сборникам открытый, обращайтесь на сайт Ростовстата и можете более внимательно ознакомиться с этими материалами. Спасибо за внимание. Марина Александровна, большое спасибо. Я видела, что много участников фотографировали ваши слайды, но я думаю, что мы выложим потом ее на форуме стратегов. И я хочу вам сказать еще спасибо как участнику переписи, которая сейчас проходит в Российской Федерации, переписи населения. Я призываю всех переписаться онлайн, а вам удачи и успехов в вашей работе. Всего доброго. Коллеги, мы немножко вышли из регламента, поэтому я попросила бы спикеров укладываться в 5-6 минут. Я хотел бы предоставить слово председателю контрольно-счетной палаты Челябинской области, Ложкину Алексею Александровичу. Для нас узнать про ваш опыт аудита на региональном уровне – это что-то новенькое, очень интересно. И если можно, не более пяти минут. Спасибо, коллеги, постараюсь очень быстро. Ну, я перед тем, как начать выступать, хотел сказать, что вообще мы сегодня обсуждаем документ ООН, а вчера ООН был день рождения, если никто-то забыл. 76 лет, на всякий случай, в 45-м году подписали этот устав, и, собственно говоря, тогда Союз Советский стал участником первичным, поэтому нас тоже можно с этим поздравить в какой-то степени. Коллеги, почему мы на региональном уровне так решили заниматься и стали исследовать, собственно, ЦУРы, это, наверное, не сильно свойственно, никто нас об этом не просил в свое время, мы, наверное, правильно, мы начали этим заниматься первыми. Ну, да, действительно, у нас попалась такая ситуация, что мы начали задумываться о том благополучии, которое нас, в принципе, всех ждет. И, собственно говоря, вот я вот некоторые цифры на первом слайде показываю, ну, наверное, вы их все знаете, ну, вот предыдущий был, относительно того, какая ситуация сейчас у нас сформируется в экологической составляющей, об этом много сегодня говорится, и, собственно говоря, наверное, повторяться я не стану. Ну, вот, поэтому мы, собственно говоря, и перешли к вопросу того, насколько же все-таки международная повестка с ее 17 глобальными амбициозными целями, она инкорпорирована в законодательство регионального уровня. На самом деле ожидания были несколько иными. Пожалуйста, следующий, да. Вот так. Кто переключает? Можно? Центр, кнопочка. А, ну, что-то не работает. Ну, ладно. В общем, буду так говорить, если кто-то может переключить, то переключите. Да, значит, вот 17 целей, и к нашему даже в какой-то степени положительному удивлению, да, мы увидели, что практически все цели, так или иначе, они нашли свое отражение в документах стратегического планирования на региональном уровне. Это был первый такой, собственно говоря, маркер, индикатор для нас, что Челябинская область, она вовлечена в реализацию этой повестки. Ну, за исключением одной цели, это сохранение морских экосистем, потому что мы, собственно, с ними рядом не находимся, да. И дальше мы шли постепенно изучая, то есть погружаясь ниже, 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 слой за слоем, мы переходили к оценке того, как достигается. Вот сегодня очень много говорилось о данных, и я, наверное, об этом тоже скажу сейчас в своих рекомендациях. Вот по показателям, то есть по показателям тоже, вот так или иначе, 59 показателей, влияющих на достижение цели устойчивого развития, мы у себя нашли. Вот есть небольшая статистика относительно того, в какой динамике они находятся, да, но с показателями это вообще отдельный вопрос. То есть вот про данные можно разговаривать отдельно, и, наверное, это будет отдельная повестка, отдельная пленарная секция относительно того, как нужно и в каком формате эти данные находятся у нас. Потому что на самом деле вот сегодня ощущение складывается, что мы работаем в условиях таких, знаете, межведомственных колодцев, когда смотрим сверху вниз, да, но каждый колодец между собой никак не соприкасается. То есть мы вот, хотя на самом деле вся повестка, это вот как уже много раз об этом говорилось, это для человека, это потому что человек ее выполняет, и в конечном итоге это будущие поколения, и запросто сформирован на повестку он снизу, в большей степени. Поэтому те проблемы, которые сегодня мы в своем экспертном мероприятии, когда проводили, мы установили, выявили, я вот их назывным порядком опять же здесь коснусь. Ну, про данные я уже начал говорить, наверное, с них и начну. То есть межведомственное взаимодействие на достижение направленных целей, оно практически не работает, не работает. Данные, те, которые присутствуют, они практически между собой не сопоставимы. То есть здесь надо подумать, наверное, о какой-то стандартизации этих данных различными ведомствами, приведение к единому знаменателю. Ну, в том числе я уж не говорю про машинообучаемые тексты, да, для того, чтобы можно было в действительности с ней работать, и там последовательно... Мы живем сегодня в эпоху цифровой трансформации, да, и здесь вот возможность сопоставимости этих данных, это тоже нужно учитывать. Кроме того, эти данные, помимо всего прочего, они должны быть понятны, и вот это вот сопоставление, оно в первую очередь полезно самим министерствам и ведомствам будет для достижения этих целей, для оценки своего результата, потому что индикативный показатель это не просто, скажем так, цель, да, это еще и обратная связь очень хорошая, с которой мы должны также работать. Кроме того, эти данные, по нашему мнению, они должны носить открытый характер, более открытый, а самое главное, более понятный, потому что, ну, собственно говоря, одна из проблем, про которую мы говорим, мы говорим о том, что это полезно для человека, но вот складывается ощущение, что информированность населения под СУРом, она, ну, скажем так, на недостаточном уровне, я очень мягко выражаюсь, потому что люди, вот как мы говорили в начале, да, при начале реализации национальных проектов, региональных проектов, я слежу, да, у нас слабая информированность населения относительно реализации СУР. СУР, наверное, это где-то экспертное сообщество, столы круглые там и так далее, это все оценивается и реализуется, но вот у населения есть проблема с этим. Но если мы свои данные, опять же, к ним сделаем их более открытыми, а самое главное, мы сделаем более понятными, да, чтобы любой эксперт, любое общество там, да, академическое сообщество, да, могло к ним обратиться, и стало понятно, о чем же все-таки идет речь. На самом деле, мы приближаемся к этой идеальной картинке 30-го года, которая, собственно говоря, пандемия нас сейчас сильно отодвинула, я вот в этом больше чем уверен. Но на самом деле, как было сказано сегодня здесь, вот Антон говорил, 9 лет, 9 лет осталось, но мы к этому, но я думаю, что у нас все получится. Но если совсем коротко, то я завершаю. Большое спасибо. Спасибо огромное за выступление. Вот я вижу, что сейчас мы сможем перекинуть замечательный мостик от предыдущих выступающих, начиная с Дмитрия Александровича, который говорил о необходимости масштабирования, но думаю, это связано с локализацией цуров, безусловно, и о том, что мы сейчас услышали, очень важно, что цуры, они прежде всего для человека. И вот сейчас у нас есть возможность услышать довольно уникальный опыт, как один из городов в России смог интегрировать ЦУР в свою муниципальную стратегию и сделал это вместе с жителями, то есть на основе широкого общественного участия. Это, наверное, ценно двойнее. Я с удовольствием передаю слово Пскову Кристине Викторовне Кубысь, которая присутствует здесь в зале. Председателю комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города Пскова. Кристина, пожалуйста. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, за возможность действительно рассказать о нашем интересном опыте локализации и реализации цели устойчивого развития на местном уровне. Администрация города Пскова вошла несколько лет назад в проект под названием «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам» программы трансграничного сотрудничества «Интерек» регион Балтийского моря. То есть нашей целью при вхождении в этот прекрасный проект с 17 участниками из 8 европейских стран. Это были наши партнеры из гандейских городов Тарту, Рига, Росток. Ведущий партнер у нас был из прекрасного гандейского города Росток. И во время реализации проекта мы действительно смогли получить очень интересный, практический и теоретический опыт по планированию стратегических документов и по их составлению и реализации всех намеченных мероприятий совместно, конечно же, с нашими российскими партнерами. Большое спасибо Леонтьевскому центру. Они были ассоциированными партнерами в нашем проекте. Ну и, конечно же, оказывали не только информационную и консультативную помощь, но, конечно же, и были таким плечом, потому что мы делали такой интересный прорыв в своем планировании. И мы наметили создать план устойчивого развития города Пскова до 2030 года. Хочу похвастаться, мы действительно создали этот план, мы действительно работали над ним три года. И что очень уникально, наверное, интересно, а теперь уже должны все остальные города так сделать. Мы работали в плотном, в тесном контакте с нашими жителями, с некоммерческими организациями, с ассоциациями. Мы привлекали и региональные власти, и муниципалитеты, а также, конечно же, университет, школьников, студентов, и всех, соответственно, да, заинтересованных. И, конечно же, в цель нашего плана устойчивого развития города Пскова до 2030, мы сформулировали совместно с нашими жителями и с нашими коллегами, которая, конечно же, звучит, как объединяя усилия власти, бизнеса и горожан, мы будем стремиться к благополучию и счастью всех жителей нашего прекрасного Пскова, созданию открытой и комфортной городской среды, формированию доступной мультимодальной и низкоуглеродной транспортной системы, реализации творческого потенциала и энергии каждого на основе принципов ответственного производства и потребления и продвижения здорового образа жизни. И поэтому совместно с городским, ну а также, да, с экспертным сообществом, используя наш опыт работы в этом проекте и используя опыт работы наших партнеров из Швеции, Дании, Германии, Эстонии и Латвии, мы запланировали взаимодействие с городским сообществом на пяти платформах. Первая платформа называется «Качественное образование, достойная работа и социальная интеграция». И мы сами поставили себе цель, да, что мы хотим достигнуть. И, конечно же, я должна сказать, что уже за 21 год мы начали и продвигаться к достижению этих целей, да, здесь небольшие, маленькие примеры. Конечно же, мы создаем и строим новые школы, используем национальные, федеральные проекты для достижения этих целей и успешно предоставляем места в детских садах, да, и строим новые школы для того, чтобы, ну, убрать, да, неудобную вторую или третью смену в наших городах, что крайне неудобно ни родителям, ни детям. Вторая платформа, которую мы назвали «Здоровье, благополучие и счастье горожан» и есть у нас стратегическая цель, то есть мы планируем до 30-го года, да, достичь абсолютного, как мы, да, здесь себе запланировали, достичь образцового, не абсолютного образцового качества городской жизни с высоким уровнем безопасности и доступности услуг как основой для здоровой и счастливой жизни людей всех возрастных групп. Здесь я привела небольшой пример тех результатов проектов, которыми мы пользуемся, да, тоже в достижении этих целей устойчивого развития. Мы как приграничный регион очень активно используем программы приграничного сотрудничества и участвуем сейчас в трех из них. Это программы приграничного сотрудничества России и Эстония на период 14-20, Россия и Латвия 14-20, ну, вот и Интеррек регион Балтийского моря, в котором мы реализовывали за предыдущий период два проекта. Один, вот мультимодальные города, и второй еще у нас есть, мы ассоциированные партнеры в проекте Healthy Boost, это городские лаборатории для улучшения качества жизни наших горожан. То есть мы устанавливаем тренажеры на улице, да, то есть мы делаем привлекательными, интересными наши парки. Администрация города Пскова активно включилась в работу вместе совместно с бизнесом по устройству школьных стадионов, на которых могут, которыми могут пользоваться и жители города, потому что возникла такая необходимость, да, особенно, как вы понимаете, год или два назад, когда нельзя было заниматься спортом внутри залов, да, мы проработали вопрос с жителями, а как же можно использовать школьный стадион, да, для не только школ, для уроков физкультуры, но также и для занятия спортом с жителями. Для этого мы также использовали межсекторальную модель взаимодействия, которую тоже разработали в рамках одного из наших проектов, да. Здесь вы видите заглубленные контейнеры начинают появляться в наших школ, в наших детских садах. Параллельно мы ведем, конечно же, информационную и осведомленную, компанию по осведомленности детей и по обучению учителей, как начинать с ребятами, да, это очень важная задача по разделению мусора, да, и оптимизации наших отходов и использованию мусора в качестве, да, ресурса. Третья платформа, мы ее назвали устойчиво, безопасная и привлекательная городская среда, и мы, конечно же, ставим себе такую стратегическую задачу к 30-му году занять лидирующие позиции и высшие строчки рейтинга российских городов-лидеров устойчивого развития. Конечно, мы хотим быть образцовыми, конечно, мы хотим стремиться к прекрасным зеленым городам, поэтому в рамках, опять же, да, использования инструмента программ приграничного сотрудничества мы отреконструировали объект культурно-исторического наследия и приспособили его к современному использованию, открыли там инфоцентр для туристов, выставочные залы, ремесленные мастерские. Вы видите, мы здесь в парках сами сажаем деревья, озеленяем и привлекаем. Всегда мы зовем жителей, потому что у нас есть такое мнение, да, что если сами горожане посадили у себя в парках и в городе деревья со своими детьми, конечно же, вандализма будет меньше, и ребята будут наверняка ухаживать за ними и смотреть, как они растут, то есть вместе с нашими жителями, вместе с нашими активными сообществами. Ну вот четвертая платформа у нас есть, укрепление предпринимательства, цифровизация, инновации, технологии будущего. Здесь я тоже могла бы, да, рассказать много примеров. На самом деле здорово, что у нас получилось сформировать такие интересные платформы, что у нас получилось за эти три года создания этого плана реализовать именно вот этот диалог с жителями, да. Вы видите, здесь у нас есть платформа, у нас есть интернет-опрос на сайте администрации города Пскова, где мы можем всегда в реальном времени смотреть, какие есть у жителей вопросы, комментарии. Ну и вот здесь мы даже плакаты вывешивали в городе «Псков слышит своих жителей». Мы брали их комментарии и печатали в городе, да, то есть это не просто власть хочет, чтобы были велодорожки, чтобы были зеленые, красивые пространства. Конечно же, мы хотим это делать совместно с нашим очень активным, я должна сказать, городским сообществом. Так что, если будут вопросы, да, я буду готова ответить и спасибо огромное. Кристина, спасибо большое. Ваш опыт является ценнейшим, да, для выработки механизмов обеспечения широкого общественного участия. Ваши ЦУРы точно служат для благополучия и счастья горожан. Мне понравилось, как было сформулировано. А также, Кристина, я не могу не отметить, что очень скоро вы сможете поделиться своим опытом, поскольку будете принимать активное участие по созданию единого такого плана действий для устойчивого развития региона Балтийского моря. Со своими коллегами в регионе Балтийского моря будете создавать нечто общее. Спасибо вам огромное. Спасибо, с огромным удовольствием. Коллеги, идем дальше. Я хотела бы предоставить слово Нелле Рахимовой, координатору коалиции страны, основателю открытой школы устойчивого развития. Благодаря курсу этого коалиции появился гражданский обзор о реализации ЦУР параллельно с добровольным национальным обзором. Также Нелле активно продвигает и обучает по теме устойчивого развития. Но последние два года я знаю, что вы проводите еще круглые столы в различных городах Российской Федерации по продвижению повестки ЦУР. Это и Красноярск, Тумень, Новосибирск, Иркутск, по-моему, даже Калининград. Вот расскажите, пожалуйста, что интересуют города и какие темы обычно вы обсуждаете? Насколько вообще это интересно городам? Спасибо. Спасибо коллеге, что пригласили высказаться. Я, наверное, немножко с другой стороны на вопрос это тоже отвечу, Елена. Скажу, в принципе, по мониторингу наше видение. Мы действительно в прошлом году выпустили гражданский обзор. Он дал такой альтернативный взгляд на то, что происходит по целям устойчивого развития. Нам удалось собрать коалицию специалистов самых разных отраслей и, собственно говоря, выпустить этот доклад, представить его в ООН. И на сегодняшний день, конечно, мы считаем, что участие гражданского общества необходимо вообще в работе под СУР и, конечно же, в мониторинге. И хотелось бы просто сказать, что хочется видеть больше увлечения гражданского общества, потому что на сегодняшний день, конечно, этого не происходит. Даже вот я видела, что на слайдах стоит, что там механизм увлечения, но я, например, до сих пор не знаю о его существовании. То есть мы на сегодняшний день видим, что у нас, вот Антон говорил, появился совет, с которым они работают, с бизнесом. И у меня, конечно, я прекрасно понимаю, что есть необходимость создания такого совета. Это прекрасно, но так как нет альтернативы, у меня вот создается впечатление, что принцип «no one left behind» – самая уязвимая группа, это у нас корпорации в итоге оказались, а всех остальных немножечко забыли. Поэтому тут вот то, что продумать и проговорить, не только регионы надо включать, но и представителей гражданского общества из всех регионов. Собственно говоря, это то, что мы и делаем в нашей коалиции. Просто буду давать комментарии еще по другим пунктам. Упоминалась перепись. Очень хотелось бы видеть вот те самые дезагрегированные данные, которые, собственно говоря, и прописаны в самой повестке, и это облегчит работу гражданского общества, мне кажется, и всем научным изысканием. Поэтому очень большие лично у меня надежды, что мы что-то увидим разделенное. И то, что сейчас вот в Ростовской области делается, это тоже прекрасный пример. Но опять же, да, у нас есть показатели, вот эти 160 принятых показателей. Мы, как представители гражданского общества, даже я вот сейчас вспомню на вскидку там 13-16 цели, но мы понимаем, что там ничего мы просто не отразим этими показателями, которые сейчас имеются. И, конечно, те качественные данные, которые может именно гражданское общество предоставить, ну вот их нужно собирать, нас надо спрашивать, мы будем предоставлять. Потому что, действительно, если мы хотим двигаться вперед, если мы все-таки берем ЦУР за минимум, а я считаю, что и вообще представители гражданского общества, мы тут недавно коллективно обсуждали, что ЦУР все-таки это минимум, да, это тот минимум, на который договорились 193 государства. Я, когда участвую как наблюдатель вот в различных ООНовских процессах, я вижу, как сложно это идет. И я понимаю, что это слава Богу, что мы договорились, и это минимум, и нам, действительно, к нему нужно двигаться. Поэтому я бы не стала придерживаться каких-то там выборочных стратегий. Что можно сказать по регионам? Да, действительно, мы проводим региональные диалоги. Уже 9 их прошло, в Калининграде мы тогда так и не провели, еще планируем. И могу сказать, что мы тоже наблюдаем проблему информированности, очень большая проблема тоже информированности региональных властей. То есть не каждая власть готова вообще идти на этот диалог. Кто-то говорит, что там это вообще какая-то прозападная повестка, пожалуйста, к нам сверху. Вот как вы говорили, сверху нам никакого указания не поступало, поэтому мы не готовы общаться. То есть вот есть у нас такой, можно сказать, печальный опыт, и есть, конечно же, положительный опыт, когда мы видим готовность вести диалог, разговаривать. Но вот, собственно говоря, мы в итоге обычно и получали такой ответ, что вот мы ждем распоряжения сверху, когда нам скажут что-то делать. Поэтому мне уже отрадно, что мы вот здесь, наверное, единичные примеры собрались как раз тех регионов, кто эту инициативу на себя взял. И поэтому, да, хочется видеть больше, опять же, и на региональном уровне вовлечения гражданского общества, потому что представители есть, гражданское общество осведомлено, да, не все, но есть уже очень такие крупные, так сказать, игроки в регионах, которые знают, что такое повестка, информируют о целях и, соответственно, готовы заниматься вот этой самой адвокацией, да, и продвижением. Я, кстати, еще забыла сказать про Дмитрия непосредственно ваш слайд движение вперед, у меня немножечко задергался глаз, потому что там везде было ESG, и мне лично это не очень импонирует, потому что, ну, у нас действительно на ЦОР осталось 9 лет, ESG – это бизнес-повестка, она там где-то будет существовать, наверное, дольше. И поэтому все-таки вот этот крен, который сейчас в бизнес происходит, мне кажется, тут нужно быть очень осторожным, потому что мы действительно вот завалимся не в ту сторону, все-таки это социальный контракт, да, целеустойчивое развитие, как говорит, как говорил Пангемон, восьмой генсек ООН. Это социальный контракт, мы не, как бы, между населениями лидерами страны, поэтому хочется, чтобы мы все-таки придерживались вот тех показателей, а не уходили в сторону ESG. По поводу международной представленности региональных властей, потому что, мне кажется, у нас вот этот коридор тоже не налажен, в ООН есть основные группы, есть основная группа local governments, местное самоуправление, местные власти, и, насколько я понимаю, российские, опять же, представители там как-то неактивно либо участвуют, либо их вообще нет. Почему говорю? Потому что на следующей неделе будет проходить как раз форум Северо-Восточной Азии при Азиатской Тихоокеанской комиссии местных властей. Я знаю, что вот они просто не могли найти представителей местных властей, и, то есть, они выходят на меня. И я как бы, ну, я, конечно, чем смогла, помогла, но не могу сказать, что это чем-то, как бы, результат там какой-то получился, но, тем не менее, вот я не знаю, то ли Минэкономразвитие за это отвечает, то ли МИД, но вот этого канала нету, хотя есть платформы, где, опять же, мы можем представлять свои результаты. Ну, и последнее, что хочется сказать, конечно, здесь мы тоже в заголовке был обозначен вопрос финансирования, партнерств. Конечно, ситуация, буду откровенной, я все-таки представляю независимое гражданское общество. Ситуация сейчас катастрофическая, простите уж за это слово, по поводу сотрудничества международного гражданского общества, и в том числе и по тематике ЦУР, потому что практически все, кто по этой теме и по другим темам, кто активно действительно работает на реализацию повестки, становятся иностранным агентом, в том числе вот и в Балтийском регионе. И, конечно, это очень сложно нам усложняет работу, и в том числе вот мы хотим, например, делать проекты по ЦУР, но мы знаем, что мы будем делать это только через иностранных агентов, потому что у них уже есть этот статус, там, чтобы не подставлять других и так далее. То есть мы видим, да, вот здесь сейчас примеры, прекрасные взаимодействия между государственными органами, все хорошо взаимодействуют, никто, никому не угрожает никакой конституции, когда происходит такое же взаимодействие между общественниками, мы вот почему-то получаем такой статус, поэтому и в том числе и на региональном уровне, очень много у нас региональных организаций иностранных агентов, коалиций, поэтому хочется, конечно, вот как-то обратить это внимание, и в том числе, чтобы региональные власти не боялись такого сотрудничества с иностранными агентами, потому что это иногда все-таки знак качества. Все, на этом все у меня. Спасибо. Спасибо огромное, Анелли. Также могу еще раз повторить, что на полях Совета Государств Балтийского моря и в секретариате действует экспертная группа по устойчивому развитию, это может для вас быть тоже платформой взаимодействия, по крайней мере, в регионе. Да, я с удовольствием тоже с вами пообщаюсь после. Спасибо. Но сейчас мы отправляемся в небольшое путешествие по Балтийским городам, и я с удовольствием передаю слово Бьерну Гронхольму. Вижу его надпись, его имени и фамилия, надеюсь, Бьерн, с нами. Итак, Бьерн Гронхольм, Союз Балтийских городов, он является главой секретариата комиссии устойчивые города, и Бьерн представит вашему вниманию лучшие практики интеграции и финансирования целью устойчивого развития городов-лидеров Балтийского моря. Бьерн, пожалуйста. В России я хочу поделиться своим опытом, нашими наработками. Есть несколько вопросов, которые я хочу осветить. В повестке ESG Как вы видите, мы видим усиление интереса к повестке ESG, к стратегиям устойчивого развития, как на национальном, так и на муниципальном уровне. И со временем запуска данных инициатив, мы видим, что усиливается интерес общественности к данным проблемам, и мы видим, что количество инициатив растет. И это только лишь краткая выдержка из более обширного исследования по международному интересу к данной повестке, к вниманию регионов, которые они уделяют целью устойчивого развития. И одна из программ, которые реализуются в Балтийских городах. И вы видите одну из публикаций, это первый обзор города Турку, опыт города Турку, и волонтерской вовлеченности в данную программу. Этот отчет является результатом оценки неких целевых показателей, которые мы оценивали, и опыт, наработки в различных городах, таких как Нью-Йорк, Копенгаген, Лос-Анджелес. И во время произведения этой оценки мы также пристально смотрели на стратегию на уровне самих городов и на то, как она разрабатывается. Да. Поэтому, как вы видите, этому предшествовала большая работа, проделанная на уровне городского совета, городской думы. И мы также публиковали отчеты. Было выпущено несколько публикаций на региональном и местном уровне по повестке ESG. И мы также пытались оценить наши сильные стороны, наши слабые стороны. И мы приняли решение, мы оценили, сделали обзор всех 17 целей устойчивого развития и 169 целей. И мы также интегрировали эти стратегии в цели устойчивого развития стратегии Турку-2029, ключевые проекты и различные компании и индустрии, в частности, индустрии, которые занимаются заводными ресурсами. Процесс занял в общей сложности один год. И в этом процессе участвовало более 150 экспертов как в формате полной занятости, так и в формате временной привлеченности. И на данном слайде представлена модель модель нашего планирования, то есть то, каким образом мы осуществляли планирование к достижению вот этих ключевых целей. И самое сложное это проанализировать имеющиеся данные и сделать какие-то выводы на их основании. Поскольку с данными очень сложно для различных процессов, для различных секторов найти данные и сбор данных и сравнение этих данных представлял собой самую сложную задачу. А также мы должны были собрать дополнительные данные благодаря проведению семинаров, интервью, различных социальных опросов. И это заняло несколько месяцев между 2019 и 2020 годом. В течение нескольких месяцев мы проводили эти исследования, собирали данные. вы хотите, чтобы я повторил то, что сказал? Итак, я еще раз повторю, что самая сложная задача заключалась в сборе данных и сравнении этих данных с целями устойчивого развития. И нам нужно было собрать дополнительные данные путем проведения различных общественных опросов, анкетирования и интервью. И потом наш городской совет, наша городская дума оценила различные сильные стороны и слабые стороны на основании этих собранных данных. Итак, как я упомянул, сложности заключались в том, чтобы понять, что достижимо, а что недостижимо. То есть, те области, в которых мы сильны, и те области, в которых нам необходимо усовершенствоваться. Особенно в том, каким образом мы обеспечиваем коммуникацию с городскими организациями, с органами управлениями, с политиками, с ключевыми стейкхолдерами, со всеми теми людьми, которые принимают решения, и мы понимали, что мы должны были их задействовать и наладить эти каналы коммуникации. и в том, что касается последней части этой модели, мы уделили очень много времени разработке нашей программы по устойчивому развитию, мы привлекали экспертов по устойчивому развитию, мы привлекали руководство нашего города, мы работали в различных сообществах, и в общей сложности это заняло около одного года, по крайней мере, больше шести месяцев. Итак, мы начали с первой фазы, это была стратегическая фаза, это стратегическая фаза, далее мы перешли к фазе планирования и ее рамочным шагам, которые также включали в себя отчетность, анализ индикаторов, статистику и данные. Это заняло около четырех месяцев. Но это также вписывается как в общую повестку, более глобальную повестку ESG, но также мы используем эту же схему на более локальном уровне для мелких проектов. Мы используем эту схему для отчетности, мы используем те же самые отчеты, как для отчетности перед нашим правительством на национальном уровне, так и на региональном уровне каждые один раз два года. и это и этот момент регион Балтийского моря, наши города. С одной стороны, мы очень отличаемся, но с другой стороны, у нас есть много схожестей, поэтому я считаю, что наши наработки, эти модели, которые были отработаны, которые были доказаны, что они эффективны. я приглашаю всех взаимодействовать с нами, с городом Хельсинки, с городом Турки, потому что у нас есть эти успешные наработки в формате ESG, и мы можем поделиться ими с вами. А в том, что касается отчета ESG, можно найти их на указанном сайте. Хорошей практикой распространения среди городов России. Спасибо. Мы сегодня слышали, что ЦУР это проект на уровне семьи, в том числе, и нам будет очень интересно услышать, что может сделать обычная семья для реализации ЦУР в масштабах домохозяйства, поселения, до города, страны, региона и мира. Я с удовольствием предоставляю слово Валерию Михайловичу Вакуленко, председателю Пушкинского совета по устойчивому развитию, президенту инновационного центра эко-девелопмента эко-эстейт и его коллеги из Финляндии Копро-Юки, депутату парламента Финляндии, председателю регионального совета Южной Карелии. Пожалуйста. Спасибо. Начнем с Юки, это будет 4 минуты 12 секунд. Я очень жестко его тайминг отслеживал. Но я прошу не разбегаться, хотя время обеденное будет про реальную жизнь. Включите, пожалуйста. Это глава Южной Карелии и шлем парламента Финского. Это глава Южной Карелии и шлем парламента Финского. Просто всего есть два принципа. Первый принцип это не мусорцы. Второй, если вы все-таки мусорецы, то играйте просто за собой. На самом деле, что можем проще этого? Это то, что мы обучаем наших детей, но, к сожалению, это часто забывается бизнесом и индустрией. И как это было на протяжении истории, так же это происходит и сейчас. Но если бы все следовали этим принципам, то мы на самом деле жили бы совсем в другой среде. К примеру, одна из главных проблем это пластик, пластик, который сейчас находится абсолютно по всему, в природе. Но у многих стран этой проблемы нет, потому что у них есть очень эффективная система ультилизации и переработки пластика. Вы видите контейнеры, представленные на этом слайде, куда люди сдают пустые бутылки, пластиковые бутылки. Они сами их приносят в пункты сбора. И что же сложного в том, чтобы распространить эту практику на весь мир? Муниципалитет Ла-Пенранты на самом деле является ведущим примером, самым ярким примером в этом контексте. Наш регион был первым, один из первых регионов в Финляндии, где на уровне домохозяйств мы стали вводить раздельную сортировку мусора. Отдельно сортировали бумагу, отдельно сортировали стекло, пластик и так далее. Когда мы впервые ввели эту систему и решили применять ее на практике, даже у меня были сомнения. Я не знал, будет ли она работать, но на самом деле эта система показала, что она очень эффективна, потому что каждая семья, каждое домохозяйство стало действительно раздельно сортировать этот мусор. И в Лапинранде есть множество стартапов и различных компаний, которые внедряют инновационные решения, например, энергия солнечного, солнечная энергия, которая производит синтетические топлива из-за возобновляемых источников энергии, которые являются углеводородонейтральными. То есть нет никаких выбросов углерода в атмосферу. И есть другие индустрии, которые сейчас активно развиваются и предоставляют различные решения для устойчивых целей развития. В частности, это стартапы, но и давно существующие компании также следуют по этому пути. Сейчас город Лапинранде находится на процессе обновления своей стратегии. Мы разработали план до 2017-го, 2017-го года, и одна из ключевых задач этого плана это снизить количество выбросов углерода до 2030-го года. Но также есть и кратковременные планы, и долговременные планы, например, затормозить изменения климата и бороться с другими проявлениями последствиями изменения климата, убедиться, что озеро Сайма остается чистым, и усовершенствовать систему, транспортную систему в город, сделать ее более функциональным, а также применять больше возобновляемых источников энергии. Также мы в этом контексте говорим о устойчивом финансовом развитии и благополучии, социальном благополучии граждан и стабильной экономики. Эти цели и принципы уже были одобрены городским советом Ла-Пен-Ранте. Дорогие гости, я очень рад, что вы сегодня участвуете в этом мероприятии, и чем слаженнее мы работаем, тем больше мы достигнем. Спасибо. Юкип. Сейчас включим нашу презентацию. Мы назвали с подачи старшего сына презентацию «Меняйте привычки, а не климат». Юка говорил, что два правила – не мусорить, а если намусорил, то убери. Но еще лучше просто не покупать, не пользоваться пластиком. пока в наших привычках, вот даже здесь, где продвинутые люди, я понимаю, что это от сердца, от гостеприимства, но вот у нас бутылки в пластиковой воде, нам раздавали в сумках материалы, там тоже избыточно бумаги. Это норма нашего поведения. Вот когда мы, ну вот мы, например, наша семья, все ходим там с термосами, там с кружками, там специально для воды, и вообще не пользуемся пластиком никаким, об этом еще скажем. Потому что у нас сейчас уже ситуация не такая, что там инструменты, показатели, такие-сякие, вот как на Титанике. Капитан, мы летим на айсберг, сейчас потонем, да, капитан бы сказал, о, я сейчас должен там записать журнале, сейчас я это рубашку поглажу, выпью чашку кофе, там позавтракаю, вот, и тогда я выйду там, буду что-то. Мы, нашу землю уже реально угробили почти. Вот, примерно 10 лет назад на форуме стратегов состоялась первая в истории форума секция на тему эко-девелопмента, это по сути устойчивое развитие. Вот, ваш покорный слуга ее тогда проспонсировал и организовал. И вот я выводил, значит, тогда слайды, вот я взял их, что было вот еще 10 лет назад, разрушено более 60% экосистем суши, уничтожено более 60% лесов, так далее, так далее, да. Потом говорилось, как это влияет на здоровье, экология и здоровье, еще там ряд показателей, значимость экологическая, ну, казалось бы, уж если человеку сказать, что это для здоровья нужно, ну, каждый хочет жить, быть здоровым, должны отреагировать. Вот для городов рекомендации, я возглавляю Совет по устойчивому развитию Царского села, Пушкинского района, вот, это такой город уникальный. Вот для примера, что делают рядом наши соседи в той же Финляндии, как там вот, они для нас разработали параметры экограда, то есть, все вот это мы говорили 10 лет назад, и здесь, и потом на конференциях у себя по устойчивому развитию. И что вот в итоге, вот я проверил статистику, значит, было 60, стало 65, лесов уже 70%, рыб там 30, то есть, по всем показателям все ухудшается. Вот, при этом все там инструменты, показатели с этим все окей. И вот это катастрофическое буквально нарастание всех проблем вызвано варварством и в первую очередь чрезмерным потреблением и производством человека. Я сам экономист, кандидат экономических наук, сам за экономические реформы был, но я понимаю, что сейчас уже это модерна сгробит. И мы должны уменьшать производство и потребление, для этого надо менять привычки, особенно за последние два столетия сформировавшиеся. Вот, и мы вот на себе, как бы испытываем на себе и на своем там небольшом совсем бизнесе способы сокращения потребления. Причем, я обращаю внимание, без потери, но даже с выигрышем в экологии, качестве жизни и уровне здоровья. Ну вот, чем успеем, тем поделимся. Передаю слово супруге Нине. Здравствуйте. Мы могли бы поделиться многими с вами привычками, но времени мало, и я расскажу только о маленькой части. Значит, первая наша инициатива, о которой хотелось бы сказать, это дарить вместо всевозможных подарков посаженные в общественных местах, парках, скверах, деревьев. Лет 10 назад наша семья пришла к этому пониманию, и за это время мы посадили не одну сотню деревьев, в разных городах возникли целые аллеи. Таким образом, мы сократили потребление различных, дорогих, но мало нужных вещей, мы избавили своих друзей от вечного вопроса, ну что же подарить на юбилей. На такие мероприятия обычно тратятся очень большие суммы, не делайте этого, сажайте деревья. Вторая наша, но особой гордостью нашей является сохраненная нами бамбуковая роща в нашем эко-отеле бамбук-хутер в Сочи. В то время, как все вокруг закатывают территории в бетонный асфальт, мы с момента строительства не вырубили ни одного дерева, приумножили их, и сейчас на участке в 14 соток помимо бамбуковой рощи произрастает более 50 видов различных растений. Вторая наша инициатива, как сказал мой супруг, не покупать это еще лучше, чем сдавать в переработку. Именно так мы поступаем в семье и так ведем свой бизнес. Ну вот как пример в своем отеле мы предлагаем гостям многоразовые бутылки с чистой артезианской водой из нашей скважины как альтернатива одноразовым. Предлагаем сумки авоськи вместо пластиковых пакетов и как вывод могу сказать что за один только месяц мы не используем таким образом около 10 тысяч пластиковых бутылок и 2 тысяч пакетов. И скажу что отель наш крохотный там всего 24 номера. И третья последняя инициатива это разделение и компостирование органических отходов. Мы опробовали это у себя дома и также практикуем в своем отеле. Мы живем не в частном доме а в многоквартирном но у нас есть небольшой клочок земли на придомовой территории и там мы установили компостер. Несколько семей из нашего дома собирают органику на выходе мы получаем полезное удобрение и не смешиваем органику с ТБО. И я говорю о том что это можно сделать практически у каждого дома в городской черте. Еще один важный аспект экологизации экоградов но ее продолжит старший сын Максим. Да я в области экологии не такой эрудированный как мой отец но я мог бы поделиться опытом в областях IT умных городов искусственного интеллекта и конечно экологичного транспорта я считаю что велосипедизация и пешеходизация это действительно ключевое многогранное звено создания экограда разумеется под велосипедизацией я подразумеваю весь мускульный транспорт самокаты роликовые коньки скейтборды но по моему мнению электротранспорт это лжеэкологичный транспорт так как на данный момент уже большое количество электротранспорта и при его утилизации выбрасывается большое количество аккумуляторов что наносит только вред для экологии в отличие от велосипедов автомобили понятно что убивает жизнь на планете и ежедневно вот здесь статистика автомобиль выбрасывает 10 килограммов парниковых газов а велосипед дает экологию и здоровье разумеется там где им пользуются велосипед сокращает те самые 10 килограмм выбросов парниковых газов в среду и дает здоровье заменяя фитнес-центр тем кто на нем катается также интересный аспект велосипедизации это то что при передвижении на велосипедах люди более дружелюбны к природе и к другим людям они не чувствуют себя закрытыми в их собственном танке автомобиля и последний аспект это то что лучшие рекламы велосипедизации и пешеходизации это велодорожки и безбарьерная среда потому что люди сидящие в машинах и видя как их стоящих в пробке обгоняют налегке велосипедисты потом сто раз подумают прежде чем сесть еще раз свой автомобиль не стоит ли им пересесть на велосипед а безбарьерная среда это еще и жизненно важно для маломобильных групп населения но об этом чуть подробнее расскажет мой младший брат Антон Вакуленко здравствуйте да наша безбарьерная среда развита очень плохо и если для обычных людей это вопрос удобства то для таких как я вопрос жизненной важности например из-за высоких поребриков плохих пандусов и тротуаров я не могу сам безопасно сходить в школу или магазин а вот если безбарьерная среда будет такой как надо то это поможет еще и природе горожане станут меньше ездить на машинах больше ходить пешком или пользоваться велосипедами и самокатами земле сейчас все хуже начались небывалые изменения в климате поэтому просвещать народ в экологии необходимо всегда и везде так как это касается выживания человечества а многие ничего не знают о проблемах природы я к слову на любом своем выступлении всегда говорю об экологии и в этой аудитории важные известные люди ко мнению которых многие прислушиваются и если вы тоже будете всех просвещать мы добьемся успеха так что начав действовать прямо сейчас вы спасете жизнь не только младших поколений но и вообще всех людей включая себя спасибо огромное какой этот пример должен быть заразительным если таких семей будет много эко семей то мы будем семимильными шагами идти к финальной нашей цели до реализации 17 цуров спасибо огромное спасибо большое за выступление но я должна сказать что здесь на самом деле собрались единомышленники многие сидящие здесь ездят на велосипедах я сама как советник устойчивого развития компании дарю всегда только в горшках цветы и все последовали моему примеру мы озеленяем так офис так что мы действительно все стремимся сделать шаг вперед и спасибо вам большое что вы это делаете вместе и я передаю слово последнему спикеру джапаркулову оскару одесатор одесатор директору департамента макроэкономической политики европейской экономической комиссии мы знаем что это постоянно действующий наднациональный регулирующий орган евразийского экономического союза и оскар расскажите пожалуйста как мы в рамках евразийского союза продвигаемся к повестке устойчивого развития и насколько реально регионам соседних государств взаимодействовать в этой сфере спасибо спасибо большое за приглашение за слово я восхищаюсь такими семьями как вот экосемья на самом деле вам такое уважение я считаю что если таких семей будет больше в стране это в России и в других странах нашей пятерки то я считаю что зеленая повестка будет идти дальше и шире ну что касается вот я предыдущий спикер говорили больше про что делается именно в России по линии достижения ЦУР я хотел бы дать сообщение о том что делается вот в международных организациях где является Россия членом я представляю Европейскую экономическую миссию и зеленая повестка очень на сегодня очень важна и мы над ней много работаем вот да следующий слайд вот в 2017 году мы подготовили доклад по достижениям ЦУР мы охватили там 13 направлений но при этом вот ну вот с каждым с каждым днем мы расширяем нашу нашу деятельность чтобы охватить все цели ЦУР данный доклад был представлен в ООН в Нью-Йорке в рамках политического форума высокого уровня на нем вот были презентованы вот на деятельность пяти наших стран в рамках достижения ЦУРа хотелось бы отметить вот отдельные кейсы которые мы там обозначили в докладе это пример вот по ЦУРам 1.2.12 получается которые касаются ликвидации нищеты голода и развивать в странах ответственность ответственное потребление и производство то есть мы в этой части проводим скоординированную агропомышленную политику которая помогает в достижении этих ЦУРов в целом в прошлом году еще хотелось бы отметить что в 2018 году мы стали первыми региональными объединениями которые предоставили информацию о том как наши страны достигают ЦУР ООН в прошлом году мы вот в комиссии приняли стратегию новую до 2025 года и там мы решили наши горизонты договора ЕС то есть мы включили новое направление по которым собираемся работать и вот в рамках этих направлений мы охватили уже все 17 ЦУРов то есть прибавилось вот 4 13 14 15 15 ЦУРы касающиеся именно экологии образования и здравоохранения в целом вот и уже мы работаем по этим 17 направлениям вот одной одной из наших работ вот существенно которые мы сейчас реализуем это вот свонный индекс инклюзивности экономики он как бы основан на вот на 8 10 и 5 ЦУРах то есть мы оцениваем вот три основных как бы столпа это экономическое развитие качество жизни борьба с неравенцем и на основе этих показателей мы делаем нашу как бы называют рейтинг рейтинг инклюзивности экономики эту методику мы разработали сами вот и проработали с Юнктат мы с ними проработали и Юнктат подтвердил нашу методологию и мы уже вот уже несколько лет уже ведем этот рейтинг по итогам рейтинга мы видим что по инклюзивности получается ну мы видим что Люксембург Норвеги лидеры наши страны уже на более низких уровнях но все же мы видим что мы продвигаемся по этому направлению более лучше чем другие страны в целях вот также еще вот много было сказано про ECG да вот сегодня вот сегодня на полинарке тоже говорим про ECG мы также по нему идем в работу в комиссии это у нас как бы анализ то что какие местиции производятся в мире и в целом сегодня мы летом в текущем году летом было принято решение о формировании рабочей группы высокого уровня именно по климату и вот на сегодня уже были проведены рабочие группы встречи между пяти странами и вырабатываются механизмы именно вот совместных действий для улучшения экологической обстановки в наших странах что касается ECG вот сейчас перепрыгну да вот мы также анализируем и видим что в нашем регионе очень мало компаний ECG которые поддержатся принципы ECG но в рамках этой рабочей группы которая была у нас создана мы собираемся продвигать принципы ECG в нашем союзе и дальше двигать зеленую повестку в целом в целом мы видим что в рамках пяти стран у нас более такая продвинутая повестка по ECG и зеленой экономике это в Казахстане то есть там более такое продвинутые МПА именно похожи на Европейском союзе и также есть площадки где торгуется успешный опыт торговли квотами единственная страна где из пятерки в которой торгуются квоты в целом вот так коллеги если вопросы прошу вроде вложился в лимит Оскар большое спасибо я хотел бы поблагодарить всех спикеров этой прекрасной панели было очень много интересных дополняющих друг друга выступлений хочу пожелать и сказать отдельное спасибо тем кто до конца смог с нами пройти путь этой панельной дискуссии всем здоровья пройти перепись онлайн например население мы должны поучаствовать в этом деле до встречи в следующем году Елена я присоединяюсь спасибо огромное на этом пути мы точно будем вместе такая перспектива от семьи для глобальных наших аспектов деятельности по достижению ЦУРа всем удачи и давайте оставаться вместе спасибо субтитры Продолжение следует...